Пал-де-Курган принимает второй тур чемпионата высшей лиги. Баскетболисты РТШ встречались с клубом Алматинский легион и победили 107-67. Самые результативные в составе наших Диас Арыков 19 очков и Алексей Аленушков, у которого 18 баллов. Тем временем в Павлодаре проходит городская спартакиада. Один из самых эмоциональных наставников турнира Владимир Шибаков. Тренер сборной школы номер 41. Его подопечные в матче группового турнира встречали соперниками из 43. Это был зрелищный и эмоциональный поединок двух лидеров группы. Чувствовалось, что у ребят в голубой форме больше домашних заготовок и уверенности в своих силах. Выполнили установку тренера, все получилось. Тренер, как обычно, сыграл тактику. Он нам каждый период давал установку, мы ее выполняли. Что-то получалось, что-то нет. Дополнительные тренировки мне вот это все и дали. Я 8 лет дешевле. Городская спартакиада по баскетболу – один из любимых видов для школьников. А профессиональное судейство только добавляет солидности турниру. Правда, лидеру 43-й Никите Радченко арбитры не позволили продолжить матч. Итог 36-38, пользу 41-й. Команда новая, несыгранная. Пацанов набрали, которые первый раз мяч держат в руках. Посадили, четвертую четверть за пять фолов. Из-за этого, я думаю, проиграли на два очка. Отличный ход набрали сборные 24-й, 9-й, 17-й, 5-й, 29-й, 12-й и 18-й, а также других команд. Большинство игроков профессионально занимаются в спортивной школе. Потому и конкуренция серьезная. Однако все решится на паркете, говорят специалисты.